Так, Сергей Леонид Розалаев, можно рассказывать, значит, вот из того, что вы хотите сказать, результат или что-то не надо, можно поговорить, с ограничением. Вот дали-то сказать, в общем, была такая попытка, и она еще и продолжается. Получить аналогичные результаты на более сложных в 10 структурах. Ну вот одной среди структуры является группа карман. То есть 8 в виде анализа сейчас расскажут то, что известно по этому поводу. Итак, ну да. Задачивающий свое начало в работе Григорьевича Шеттика, где он определил отображение с ограниченным скажением. Значит, норма дифференциала от ограниченной константы. на приберитель. Что? Я диаметрически обращаю, действительно, что образ маленькой сферы, это будет маленький, лицовый, у которого отошвение по власти ограничено. как раз числом Х. Значит, отображение, которое получили название отображение с ограниченным скажем. и вот из этого аналитического свойства следует немного этапологических, в частности, Григорьевич оказал, что отображение, обладающее таким свойством, будет непрерывно, открыто, то есть образ открытого множества открыт, и дискретно, то есть прообраз точки, дискретное множество. Действительно, значит, мы пытаемся эту теорию перенести на более оптиметрические пространства глупо-карно. Глупо-карно – это, в общем, класс глупо-карно – это, в общем, класс глупо-карно – это, в общем, класс такой метрических пространств, который на каком почве подотворно сейчас выгревается анализ, буквально, да, с 90-х годов, наверное, глупо-карно. То есть глупо-карно – важное значение имеет в сублеманной геометрии, потому что у риплого многобратия касательное пространство – это ликвидного пространства, но и сублеманного пространства могут в некотором смысле касательное пространство будет глупо-карно. Поэтому это такой глупо-класс для глупо-карно тем, занимает сублеманную геометрию и анализ сублеманной геометрии. Можно следующее показать, как некоммунативный вектор для красоты. То есть если оказались от двух всего продукативности векторов или скамеров. по сути это Rn это в положении у вас некоторая глупо-клуповая операция, это же предпринимание, вместо коматентии у вас анизотропное растяжение, то есть есть направление с первым порядком, а есть направление с порядком больше. алгебра Ли от этой группы Ли она распадывается в такую прямую сторону попростан и значит все порождается первым пространством, которое называется горизонтал. То есть есть в каждой точке есть некоторая плотность зафиксирована, такое раскрепление в москарсе и вот значит это некоторый резонтальный процесс. А вот это последнее условие, чтобы резонтальный форсаж все поражает, оно поверено, что двигаясь в той направлении резонтального форсажа, тем не менее может достичь каждой привычки на шумах расправленные кривые дата и если чтобы это выделено распределение, вы можете это приводить в соотечественную точку соответственно возникает предыкартов реализации, то есть инфеум не всех допустило, горизонтально с мель и в общем случае это метрика хуже, римонова метрица то есть это метрические пространства более общие чем римонова размерность становится строго больше типологической мель 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 эффект а метр как 0 на ст мель Вот, она, естественно, определяется, но она даже в самых простых случаях, в общем, аналитического представления не имеет, но с ней неудобно, поэтому чаще ее заменяет какой-нибудь другой главной формой, плюс то, что она главная, минус то, что уже начинается к вопросу, который вообще не приходится с этим отрезать. Ну, вот такой класс метрических расстав. Значит, чем он поможет? На нем есть дифференциальное вычисление, то есть, точно так же, отображение витридового пространства, дифференцированное, приближается линейным, гомоморфицированным витридовым пространствам. Точно так же здесь мы можем приближать отображение гомоморфизму вот этих групп. Значит, ну, с точки зрения, опять же, метрики картофель-сатурки. Или какой-нибудь с ней сравнение. Значит, у отображения есть линейная часть. Гомоморфизм двух групп однозначно соответствует гомоморфизм алгебрам. Это уже честно линейное отображение для алгебры Ли, которые еще и, значит, уважают культуры. То есть это линейное отображение, которое еще и гомоморфизм с точки зрения скруктилии. Вот. Ну, и он однозначно создается, значит, своей частью, которая действует на горизонтальной пространстве. Гризонтальные электры переходят в горизонтальные электры. Вот. И, соответственно, дифференцируемые скруктилии пространства отображения, это контактное соображение, которое горизонтальное распределение переводит в горизонтальные пространства. И вот этот горизонтальный дифференциал, вот, это уже часть, которая есть честная, привычная нам производная. То есть, что такое отображение? Это деференцируемые, это не предпределение деференцируемые, это означает, что есть производные частные не все, только в той горизонтальной отображении, но и направлении, не понимаем, что угодно, а значения тоже принимают в горизонтальных и проблемах. Точно так же в классовом его можно описать, то есть функции имеют обобщенные производные класса Repair, но в основном, они его превосходят в такие вот. Вот так складывается отображение. То есть, с одной стороны, они более общие, чем привычнее нам, потому что не все и частные производные, а другая, когда мы и наоборот тоже накладывались некоторые ограничения. Поэтому класс получается не лучше, не хуже, а со всем другими простонатами. Другие классы-програждения. Такое, соответственно, можно... Аналогичное раскладывающее условие, то есть, как в прошении класса Сукулева, на грудь и гранат, имеют ограниченные искажения, и если точно так же норму дифференциала, можно оценить сверху константы на определительном. Это аналитическое условие, и что из него сыр. Ну вот, в этом случае, дороги уже легко достаточно активно поработали, но больших условий результатов подавляющих получатся только в случае, если группа двухступелечная, то есть, одна вступка, они уже поражают все, все, у них были, и некоторые получат, значит, еще на некоторой подклассе двухступелечной группы, группа H2, то есть там есть полклассный групп, на котором есть еще специальная структура, и, грубо говоря, здесь какие-то повороты с метрами. Значит, много результатов разных было, но вот они стоят в том, что, по крайней мере, на двухступелечной группе отображение заграничного искажения действительно будет неправильно по компьютеру, и подифференцировано почти все так, на группах H2, удовольствие, доказать, что они тоже открытые и дискретные. То есть, ну, вот, такой она у вас, результат решения К, да, двухкодно H3. Ну, значит, я это когда заделся, пошло по пути работы Дервякова, вот, и что, значит, что требовалось, чего не хватало. Вот, ну, требовалось, в общем, понятно, что когда работали с функцией 20-соболев, ну, часто, часто, например, просто их сгладить. Сгладить, значит, показать, что это для главной функции, и перейти к ней. Вот. Но проблема, проблема с отображением губкарной, как раз, это вот катапность, что, значит, дизатор, выражение, вот, не дизаторили, а так только вы чуть-чуть сгладите, она сразу теряется. Это татура жесткая, значит, отображение становится гладкой, но немножечко гарко. отображение вот этого субъемного дифференцированности. Вот. Ну, это требовалось истить величину этой неконтактности, но вот как раз в другом случае это было сделано в 2000-ом году, что, если у вас отображение вкладка WP1-2, хотя бы на двух субъемчатой группе, то вот, то есть, ну, вот, дифференциал под всю, значит, это отображение, вот вы имеете такую площадь в татуру, первый столбец отвечает на бенцертальные производства, и второй вот как-то вертикальные производства. И, поскольку, если мы говорим, то с пределем отображения не имеет вертикальных производств, поэтому, вот еще видите, такая вот странная величина, то мало единицы на экстр, но расходящиеся, там, там расходящиеся компоненты, поэтому, понятно, что отдельно все это дело сходится, но определитель этой матрицы сходится. Определитель этой матрицы входит в бойцов малого. Ну, соответственно, это было достаточно, так как, значит, сходится определитель, куда нужно, или там некоторые миноры этой матрицы, и мы, вот, доказано, что это. И этого было достаточно, чтобы все остатки в машине туда перевести. и вот я тоже в целом им удалось сделать на трех, значит, на простейшем перенере трех петчатой группы на публике милия. Вот, значит, точно так же там деференциал у него большая диаграммная структура, и вот такие оценки удалось получить для компонентов слаженного окажем. Вот, получается, вот, единицы на ремьер, единицы на ремьер, квадраты, опять же, по отдельности они вроде бы и отсланиться, но определители нужно подвал там использовать. Ну, и, соответственно, конфликты этого там сходят соответствующие миноры, ну, удалось, значит, показать, что на группе милия, точно так же отображение с ограниченным схожением будет, гибридным по каждому, подеференцирован почти всюду, вот, ну, то это, значит, это будет окно, а вот вследствие него, что, значит, там, поделители там куда-то сходятся, уже, что-то уже было получено чуть ранее, пока не пытались обработать, значит, этот гибридный вышел, но почему-то до сих пор встании гибридный. Как-то необыкновенный. перенеси, а дальше еще есть уже на вдолье общеклассных отображений отображения с конечным схожением. Ну, вот до этого была ограничена какой-то константой, а здесь мы расставим функцию. отношение отношения нормы деферентала к определителям. Отображение с конечным отображением, то есть каким-то образом награнируется и получаем искажение. То есть если функция паска бесконечность, то это отображение бесконечным искажением, здесь есть, ну, некоторая измеримая функция, и по сути отспорит этой функции много чего зависит. в 2004 году Сергей Занимирович показал, что отображение вот это условие конечности искажения достаточно для того, чтобы отображения были непременные, но условия открытости инстеркности это оказывается зависим от свойств от этой функции искажения, то есть если регулярность недостаточно, меньше, чем размеры от поставки минус 1, то уже переход к примеру отображений отображений неопрытых и несквертых зато это свойство удаляет. Однако случай по большим данным минус 1 это не уже достаточно. Это вот в 108 уголке было показано, по границе и случае когда суммировалась точность минус 1 это до сих пор к примеру. То есть можно и нет, и понятно, есть множество разных дополнительных условий, которые можно наложить, то есть плоскости недостаточно, период, то есть некоторые условия почти прозрачности, которые можно наложить на пульсу, или чуть лучшее пространство, чем аляр минус 1. В этом случае кто-нибудь догадать? без них пока еще непонятные открытые плоскости. Но этим занимались на группе корно, в прошлом году Вся Истатина опубликовала статью, что отображение с конечным скажением на группе корно непрерывно, подеференцируем почти все обладатель Сосудина, это вот этот первый результат на общий глупок корно без учета каких-то дополнительных свойств удалось перевести и вот значит я просто использую это нам, Сергей Ходжевичем удалось на группе корно аштипа опять же в случае, когда попадали больше минус 1 показать, что отображение с конечным скажением также будет открыто и дисклер и начальник этого года вышла статья из торгового что если наложить условие почти прозраще и степень сумевого стены 1 она уже не также будет открыто дискретно некоторые результаты переносят на случай группы корнала но в этом случае только на группах аштипа показано потому что все упирается в свойства вот этого уравнения есть нервы романические функции функции для которых нервы требуется понять на стыдх они влажки достаточно понять гладкость фундаментального решения известно что фундаментальное решение нервы нормы в рамках логарифм нефлидовая норма привычная норма это нервная гладкая на группах аштипа эта норма построена ярко на то что гладкая аналитическая функция но в общем в общем на группах оно известно что значит одна класса сядина вот это лучше кто известно то есть в общем случае это открытая проблема вот если кто нас показать все результаты перенеслиться еще одна открытая проблема ну и последнее проблема связана с отражением с конечным поясом отражения отражение с конечным отражением можно с таким образом что если то приберите малые цветы и точки ноль то и сразу все частые произноты что это последний эквивалент минус конечное искажение то что точка где определитель матрицы коди ну и все норы порядка n-1 выражены произведенные матрицы ну можно понять что для дифемофизма например то что это имеет конечное искажение эквивалент потому что обратно его имеет конечное свойство обратно отображение ну и для некоторых свежих регулярных обратно отображений понадобилось последнее последнее результат это то что он связан с формулой по площади по площади такой двоякий смысл случаев ну вот на множестве регулярных точек где это криво линейная теоремка битв что-то заинтегрировать по такому антожеству по каждому скомерному многообразию правого гроза точек кроме этого бывает множество точек символярных где регуляр выражен или функция не деференцирован потому что функция написана почти сюда только деференцирован здесь множество символярных то есть интеграл справа а значит интеграл слева равен то есть это слабый аналог слева сад что-то говорит о множестве малости множества символярных значений ну и нам понадобился скейлип и ее аналог аналог ну формулах опять же такой светой край на котором плюсы лет 30 и в общем работа там еще и площадь край то есть это задача которая оказалась очень трудной в любом случае до сих пор нерешенной вот но и большинство значит естественно задача не так в классе ни в шереных русских даже здесь потребовалось смотреть он допустим у нас у меня изображение группы в себя вполне числа далее есть какой-нибудь фиксируем вризонтально электронное поле и вдоль надо рассмотреть проекцию образ на электронную плоскость вдоль линии этого электронного округа все будет просто проекция гиперплоскость ну а здесь какая-то как получится и вот некоторые формулы подсочные для нашей проекции у нас для утре контактиз в чем проблема проблема в том, что отображение изъя с точки зрения методики кардоковой гады методики тут же чем ни было то есть методики методики она просто гидра проекция ну это гладкая функция с одной стороны но она не контакт с точки зрения сублимого дифференцирования она революция методики фотографии на революция композиция оказывается плохая и стоит другой точки зрения и никакие в общем методы которые были до этого они не работают для такой функции тем более удивительно что то, как получилось не догадать оказывается что если у вас есть отображение меньшеество имеющее коричневое искажение то для него все равно гады по площади выполнить в качестве коэффициента отложения явное отражение можно посчитать и вот соответственно в этом случае тоже получается доказать что абсолютно для отображений но при этом вы можете для отражений с конечным коэффициентом если от этого устроя оказывается конечно в сисковой корней то удаление не нравится тому сторону что лево и право для некоторых приложений этого по-прежнему достаточны потому что то есть симуляторя часть формулы по-прежнему достаточны но приложение пока пока говорили рано сначала приложить вот такие результаты берущие свое начало я хотел спросить по поводу сглаживания это какая-то фундаментальная причина есть невозможности сглаживания с сохранением контактности или я не находил таких результатов в которых сглаживалось отражение с сохранением смысла контактности я искал я искал то есть можно ли сказать что вполне возможно гипоте что в окрестности возможно что множество гладких контактов не плотно возможно что-то задавать по этому поводу я не могу я буду обладать этим вопросом есть такая вероятность что может контакт неплохо если функция вещественно значна для вещественно назначенных функций липшицевых формулок по площади добита насколько я понимаю опять же по-моему некоторые условия требуют для вещественно значит забита а для отображений там только при определенных окончительных условиях а вот еще результат Сергея Константиновича он ничего не требует произвольно группы установлен по поводу отображения с конечным искажением что там есть свойства а какая там основная идея получается так долго это не было пробито а вот какая-то может быть дополнительная трудность которую пришлось преодолевать что получается это же результат для любой группы карна сформулирован как вы говорили что предыдущие результаты в основном сформулированы для случаев двухступенчатых и так далее потребовалось пляймер 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 работает в институте Урбенса в Нью-Йорке это один из двух математиков которые поручили проверить доказательства пляймера пляймера по-видимому к нему обратился Мюллер потому что Мюллер уже давно кормится на идеях решетника я думаю лет 30 уже в общем здесь и не больше решают разные задачи которые являются продвижением идеи решетника и он обратился к пляймеру чтобы доказать где вот эта перестановочность перестановочность его не писали перестановочность внешнего дифференцирования и перенос внешних дифференциальных форм дело в том что эта перестановочность была доказана у меня для двухсепейских групп корно и доказательство новое доказательство новое в арене дело в том что все доказательства которые были до сих пор начиная от решетника и все остальные, они использовали аппроксимацию. Я нашел доказательство, которое, в общем, устанавливает в равенство между перестановочностью, продифицированные переносы, он без аппроксимации. Но, к сожалению, оно, значит, работает только на двухсотническом повторном. И вот они эту работу нашли, я ее опубликовал в Contemporary Mathematics, и, значит, взяли вот эту перестановочку и доказали для произвольного случая. То есть для всех групп Корно они доказали перестановочность. Ну и как только перестановочность доказана, я понял, чтобы ее использовать для того, чтобы, значит, доказать непрерывность. А, значит, идея доказательства непрерывности, это, в общем, мои идеи 70-х годов, которые я подумал о городе. Кстати, значит, это я, значит, сегодня не успел сказать. Дело в том, что Решетняк в своих работах оставил очень много идей, которые, так сказать, ну, сам он никогда не разрабатывал. И вот это вот идея доказательства непрерывности, значит, то, что вот всякое отображение с количественными искажениями непрерывно. Это, ну, я бы сказал, такое вот рафинированное продвижение деревьев, когда он, есть работа его, геометические свойства отображения с первыми обобщенными производными. В общем, и вот там, в общем, он, так сказать, эти соображения, значит, проверил. И вот я, просто читая эту работу, понял, что это же можно дальше еще продвинуть. Ну, и вот, так сказать, это вот продвижение привело к тому, что удалось доказать непрерывности. Ну, это работа публикована, в Семен-Журнале публикована, так что это недавний результат. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересно. Спасибо большое. Можно добавить не про математику, а про положение. Вот Мюллер, это Степан Мюллер, в 99-м, в 2001 году, по крайней мере, он был один из трех директоров отделения Института Макса Планкера в этом году. В Рейфинге, да. Степан Мюллер и Джонобова. Интересно, это работа, конечно же. Делается в том, что там они тоже использовали аппроксимацию, но во всех предыдущих случаях, работа, аппроксимация была покомпонентная. То есть брали компонентную, значит, отображение и ее аппроксимировали, ну, обычно там, по Соболеву. Вот. А там новая идея. Вот что меня в этой работе поразило, то, что они ничего не скрывают. Они пишут. Идея аппроксимации им подсказал Марио Бонг. Марио Бонг – это математик, который работает в Энерторе. Вот. И она состоит в том, что они как-то, в общем, аппроксимацию, то есть они когда… Они аппроксимируют, но в том смысле они, значит, рассматривают плотность в образе и аппроксимируют вот по объему. Вот в чем все дело. То есть это необычная покомпонентная, значит, аппроксимация. И она привела к тому, что вот они сумели доказать эту перестановочность для произвольных групп коров. Это, конечно, существенное продвижение, но без, так сказать, дополнительных свойств, я уже говорил про эти свойства, без свойств решений вот этих вот суболептических равнений. Значит, дело в том, что вот эта перестановочность – это основной этап в доказательстве связи, это выражение с ограниченными искажениями и потилененными уравнениями, там, в данном случае суболептического типа. Вот. Ну и потом надо, значит, свойства этих решений для того, чтобы, так сказать, дальше двигаться. Но пока этих свойств доказано недостаточно много. А почему вы сказали, что C1 Альфа недостаточно? Или вы думали, наоборот, сказали, что надо, чтобы было C1 Альфа? Решение, пожалуйста, не доказано до сих пор. Кстати, между прочим, вот это то, что вот уравнение, значит, решение уравнения, слабое решение уравнения, вот это вот, прибежит C1 Альфа – это результат Инны Николаевны Уральцевой, доказанной в 60-е годы. еще, и она этот результат доказала, значит, после вопроса, который ей задалось, что решение веку нужен был результат. И он спросил Инны Николаевны, знаете, где она эта анализация, этой гладкости. И, в общем, она доказала, в общем, решение веке класса C1 Альфа. Ну и потом было много разных работ, где-то в социальных направлениях там все обобщались, или там новые доказательства придумывали. Вот. Но вот доказательства аналогичного результата на группах Харно – это до сих пор неразрешимая проблема, хотя она известна действительно 30 лет. – Спасибо, очень интересно, да. Очень интересно, спасибо большое. Вопросы, если есть? Все. Продолжение следует... Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...